Приветствую вас. Вопрос задает пользователь Ольга. Говорит о том, что избегает человека, который нравится после того, как увидел его на переговорах, где у нее что-то перевернулось внутри. После того, как она вошла в зал, переговоры прошли успешно, но думать о нем Ольга не перестала. В силу работы встречает иногда его в офисе, здоровается, но не больно. Понимает, что он чем-то ей понравился, но сильно правильно старается его избегать и не попадаться на глаза. Ее эта ситуация застала врасплох, так как она привыкла держать эмоции при супе и с холодным сердцем подходить к любым отношениям. Четыре года назад Ольга потеряла мужа, похоронила его. И с тех пор в серьезных отношениях не была, с мужчинами общалась, но близких отношений не было. Значит, соответственно, вопрос Ольги такой, это защитная реакция или с ней что-то не так? Ольга, ну я думаю, что, конечно, важным вопросом является то, что вы подразумеваете под фразой У меня не было проблем с противоположным полом, потому что при этом вы говорите, что привыкли держать эмоции при себе и с холодным сердцем подходили к любым отношениям. Вы говорите, что и с мужем не было эмоционального скачка и так далее. Ну вот, не привыкли вы к сильным эмоциям. О, к себе не привыкли. И, возможно, их не было именно в силу того, что у вас не было проблем со сближением. Вы просто выбрали своего мужа как, ну, как человека, который вам лучше больше всего подходил и все. Вот. Поэтому, обычно, часто из-за того, что долгое время вы одна, ну, вспыхнула страсть, вы же живой человек, человек, вы молодый. Вот. Так что это все нормально. Другое дело, что вы не знаете, как вам обращаться со своими чувствами. Ну вот. Вы боитесь почему-то серьезного проявления своих эмоций. И это очень важный аспект, как мне кажется, по крайней мере. На который я бы и рекомендовал в первую очередь обратить свое внимание на умение замечать и как-то обращаться со своими сильными чувствами. Ну вот. Главный вопрос, это драматичность смерти вашего мужа, это первое. Второе, это как бы, ну, субъективная, если можно так выразить, сторона того, что вы к любимым отношениям подходите с холодным сердцем. Потому что, ну, на мой взгляд, да, подходить, подходить к отношениям с серьезным, с холодным сердцем, да, на мой взгляд это не самое лучшее ответство. Потому что отношения, таким образом, ну, могут в какой-то степени пробуксовывать, да, к сожалению. Вот. Поэтому тут вам бы вот на это как-то постараться обратить тоже внимание, как будто бы вы боитесь своих эмоций. Из этого я могу сделать вывод, что, скорее всего, вот, вы не прожили, не проболели, не про... эм... плакали по тиру своего супруга, я не к тому, что вы должны рветь горючими слезами, я больше про то, что эмоционально вы не отреагировали, вполне вероятно. Такая здесь идея, такая здесь мысль. Поэтому вам в первую очередь нужно обращаться на них на это. А дальше уже будет по так сказать ситуации, то что вы о нем думаете, вы говорите, что думаете, о нем не перестаю. А что думаете о нем? Ну то есть мысли, мысли, да, а что думаете конкретно? Знаете, человек часто говорит, вот я об этом только и думаю, да, а конкретно то что, что конкретно вы думаете? Это важный момент. И коли вы не можете или боитесь дойти до того, что конкретно вы думаете, да, но это вот самое очевидное, с чем можно работать. Вот, я не знаю, считаете ли, ну чувствуете ли вы потерю мужа как травму, но если нет, то хотя бы в этом аспекте вам поработать было бы явно не лично, как мне кажется, по крайней мере. Допустим, если вы чувствуете, что, например, вы хотите что-то для человека сделать, ну к примеру, это один момент. Другой момент, если вы чувствуете, что вам об человека что-то нужно, ну вот такая история получилась, что вам вот почувствовали вы, что вам от него что-то нужно. Вот захотели вы, там, захотели вы, там, к примеру, внимание, да, вот внимание, ну не знаю, там, допустим, захотели вы внимания конкретно этого человека. Вот, значит, это значит другая, ну это значит другой момент, это значит, что вам хочется, как бы, ну быть женщиной, вот, а как вот вы говорите, да, с холодным сердцем этого не сделать. Вот, ну вот, как-то, как-то так, вот, поэтому, ну, такой ответ я мог бы вам дать сейчас, с точки зрения психологии, и, с точки зрения психотерапии, вот, да, я думаю, что это действительно защитная реакция, вот, я не думаю, я не думаю, что чего-то с вами не так, вот, я думаю, что с вами все, в принципе, хорошо, ну, я так думал, что с вами все нормально, вот, просто вы оказались в ситуации для себя, в которой, вероятно, не знаете, что делать, вот, а доверять, доверять себе вы не привыкли, к сожалению, вот. Ну и, соответственно, решайте, или вы отказываетесь от человека, да, ничего, не пробуете, не рискуете и продолжаете жить так, или вы решаете изменить свою жизнь и попробовать вот что-то новое. То есть, то есть, как бы, в этом вам, скорее всего, понадобится помощь психолога, потому что сонастоятельно вы с этим не справитесь. Опять же, вот, такой момент я хотел бы вам ответить, такой момент хотел бы вам вырезать. В целом, вы, большая молодец, я предполагаю, что не так просто вам было бы обратиться и за помощью сюда, да, спросить. Вот, то есть, вы молодец, что сделали это, вот, несмотря, несмотря на, я уверен, имеющиеся какие-то ограничения для вас, вы молодец, вот. Теперь вам бы просто, ну, в какой-то степени, да, вот, продолжить этот момент, продолжить этот путь, вот, и для себя открыть, ну, так скажем, новый мир, да. Вот, удачи вам, всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, а, как бы, всего вам самого хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.